Ну ладно, мы сейчас хоть что-то посмотрим. Battlefield Hardline. Это никакой не небоскрёб, обычная зданица, хотя... Какой-то высокая. Непонятно, чё это. Я довольный, Мулат, приветствую всех. Я Алекс Вендос, незаконно пересёкший границу с Мексикой и США в 2006-м. Мой, что я говорю, коллега, пожалуйста, поправь меня. А я Кури Дунь. Люблю Дунь. Знаете ли, лучшее место, которое можно выбрать для этого, конечно, крыша небоскрёба в Лос-Анджелесе. Так что, коллега, давай Дуньем. Да, давай Дуньем, коллега. Конечно, почему бы мы не Дуньем с такой замечательный день? Особенно нам с тобой, когда мы сидим здесь в 30-грамотной жиру в пиджаках. С шерстяным, шерстяным слоем. Конечно же, мы Дунем. Самое страшное, что может быть под надписью Battlefield, это логотип AMD. Посмотрите на это. Что может быть страшнее? Battlefield и логотип AMD. Это ридикюлс. Это ридикюлс. Вот-вот, ридикюлс. Стёкла все кривые на небоскрёбе. Конечно. Это очень хорошо. Мы как никогда, посмотрите просто на задний план. Все жирные, все толстые, все жирные. Смотрите. Мы специально их набрали, чтобы смеяться, и мы смеёмся над ними, да. А ещё мы придумали, мы придумали, мы придумали, что они будут играть стоя. А вообще, тот парень справа, он вообще, по-моему, сыт на этот автомат. Сал он на вашу санную батлу за 1500 долларов. Посмотрите, там чувак в шортах, он реально сыт на автомат. Он что-то держит у себя между ног и сыт. Ну ничего, мы же упорты. Правильно, правильно мы упорты. А мы ещё им сделали 17-дюймовые мониторы из 2003 года. Какие мы молодцы, когда мы дунем. Правда, Дунь? Правда, Алекс Мендес? А ты знаешь, что в 2006 году я твою маму гранил через мексиканскую границу на свидание? Нет, Дунь. Но ты же с ней дунул? Нет, я её дунул. Ну, молодец, но мы же оба дульщики, дуальщики от бога. Правильно, мы должны это делать всегда. Правильно. Вообще, мы сегодня собрались здесь, чтобы посмотреть на новую замечательную игру Battlefield. Ой, не новую. То есть, новую нам что-то сказать об игре, которая вроде как не новая, но вроде как новая. Я просто покажу коробок спичек. Там ещё есть потайное. Смотри, здесь можно хранить траву. Да, здесь можно хранить траву. Посмотри, отличная идея. Дунь, ты как всегда хорош. А смотри, у меня есть кое-что другое. У меня есть бабло, на которое я могу купить траву, которую у тебя нет в твоей коробочке. Да, 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 да. Мы-то без друга никуда. Вот такие вот мы, друзья. Молодцы мы, как всегда. Да, рифмоплёты от бога. Да, давай ещё раз посмеёмся. Мы отлично проводим время. Итак, у нас уже все умерли. Счёт 30-0. Мы читаем все надписи, которые попадаются на экране. Отличная анимация. Посмотрите, как в нашей сверх проработанной экс-геновой гравитации летают игроки. Посмотрите, что там происходит. У кого-то рванул пукан, у кого-то ещё рванул пукан. Ха-ха-ха. Мы комментаторы от бога. Конечно, Алекс. Конечно, Алекс. Мы комментаторы от бога. Какой-то божественный луч спускается на наших участников сверху. Очевидно, его нужно достигнуть нашим участникам. Да, ну, посмотрите, посмотрите. На самом деле, весь экс-ген в чём? Смотрите, в реальности все эти люди, играющие за нашими сверхкрутыми автоматами с 17-дюймовым монитором, они в реальности все очень жирные. Но посмотрите, какие они, какие они. Вот пролетел. Посмотрите, какой стройный человек. Только в игре, только в нашей игре, только в Battlefield Hardline они могут быть такими стройными, могут бегать так быстро. Посмотрите, второй луч тем временем спускается на землю. Это Апокалипсис. И всех грешников отправят в ад, а всех покаявшихся отправят тоже в ад, но только с эффектным лучом из задницы каждого покаявшегося. Но только в DLC, только в DLC вас могут отправить в рай с помощью этого луча. Ой, в ад. В рай нужно другое DLC, стоящее больше, чем сама игра. Ну, конечно, это не проблема. И не в такое втирало, конечно. Посмотрите, посмотрите, какие у нас в Америке ровные дороги. Посмотрите, все прямо получают удовольствие. Максимальный комфорт, максима. Посмотрите, какие текстуры, посмотрите, какие фары. Посмотрите, четыре ровных перпендикулярных угла образуют в нашей игре круг. Это некстгеновый круг, называется квадрат. Да, Алекс, мы с тобой вчера придумали, как назвать круг, состоящий из четырех углов. Это квадрат. Правда, мы гений? Правда, надо дунуть. Но на крыше небоскреба, это, конечно, сложно сделать, когда негде достать барыган, негде купить травы. Но, тем не менее, мы все можем, все можем, все трудности преодолеть. Ну, что ж, даже в этом Battlefield мы запихнули лифты, потому что Battlefield, все знают прекрасно, Battlefield без лифтов это не Battlefield. Но так как мы вроде как бы делаем новый Battlefield, мы сделали новые кнопки в лифтах. Раньше они были круглыми, теперь они... По-новому круглые, конечно же, Алекс, конечно. Кори, давай дунем, давай еще дунем. Почему бы, если мы не дунули, надо повезти автомобиль? Надо съездить куда-то, развеяться, отлично, надо походить по лобоухе. Правильно, но если вы сделаете это в реальности, вас посадят. Если вы дунете и будете везти автомобиль, вас посадят. Только в нашей игре вы можете дунуть, сесть в автомобиль, в игре, ехать, и вас попытаются пристрелить, но не посадят. Но вы можете отстреливаться, понимаете? Да, отлично, посмотрите, я рассыпаю деньги, я богат, Алекс, да, Кори? Если бы я, если бы я в 2006 году, когда пересекал границу с Мексикой и США, если бы, если бы все мои деньги не сгрызли бы собаки пограничников вместе с моими штанами, я бы сейчас был, ох, не здесь на крыше, не жарился бы в этом прекрасном пиджаке под 30-ти градусным палящим солнцем этого грёбанного калифорнийского штата замечательных Соединённых Штатов Америки, я бы точно не был бы здесь. Здесь, в общем, Кори, 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 давай дунем, вот этот негр что-то нам говорит, но это не важно, он же негр, правильно, правильно, Алекс, ну вы же негр, ну правильно, Кори, я же негр, надо дунуть, чтобы я побелел, надо дунуть, давайте дунем. Ну что ж, у нас, у нас тем временем падают деревья, мы вообще за экологию, но знаете, деревья заслоняет солнечный свет в городе, состоящем из небоскребов, поэтому, чтобы было больше солнечного света, вам также дополнительно, чтобы получить ачивку Железный Дровосек, вам нужно рубить деревья, да, не убивать противников, которые пытаются убить вам, вас, вам нужно на всё это забить, вам нужно рубить деревья, но эта ачивка будет доступна только в DLC за 50 баксов под названием The Iron Man, да, какое оригинальное название к этой ачивке мы придумали с тобой, Кори, да, Алекс, конечно, мы такие оригинальные, когда мы дунем, да, вообще нужно было нарядиться в гидрокостюме и сидеть на этой крыше, ну вообще, да, можно воскресить человека, это нормально, да, вы же Иисус, вы же Иисус, ну Иисус вас заберёт в рай, ну как же так, ну вы сын Иисуса, окей, ладно, проканает, конечно, мы гениальны, Алекс, конечно, Кори, кто-то опять умер, ладно, этого олуха не будем, не будем воскрешать, он слишком много балаболил, балаболов в районе любят, а мы именно туда и идём, почему мы идём туда по лестнице, а потому что весело, ха-ха, главная процесса не цель, главная процесса не достижение цели, поэтому в рай мы идём по лестнице, и поэтому по этой дороге в рай нам приходится отстреливаться из рыбовиков, непонятно в кого, наверное, в смертных грешников, да, ищадие сатаны, Акап, все дела, вы понимаете, Алекс, да, Алекс, Алекс понимает, Алекс кричал такие слова ещё на границе с Мексикой, да, это наша крыша, после того, как мы дунули, она выглядит именно так, это уже не игра, там какой-то вертолёт приземлился тебе на голову, Алекс, ничего, я полулысый, он соскользнул элегантно и задавил всех толстячков, которые играли в эту игру, всё, спасибо, на этом мы вынуждены заканчивать нашу трансляцию, потому что с вертолётом на голове как-то не очень удобно, удобно разговаривать, для этого надо дунать, но у нас закончилась трава, поэтому, поэтому нам нужно заканчивать, и вообще, тут ФМС пришли, Федеральная миграционная служба Американской Федерации, в общем, меня отправляет в Мексику, Кори, поехали со мной, поехали, Алекс, поехали в Мексику, всё, удаляемся, взрываем лифт и спускаемся, мы молодцы, Алекс, мы победили, мы победили, если этот ввод удалят с Ютуба, я повешусь, это мой platesер, это сегодня, это мой мотивопыт, но Sagina, следуетаксик, это всё, безусловно,aurgameу, заг elloкуют,